Договоры о сотрудничестве Договоры о сотрудничестве подписали во время визита в Карелию премьер-министра Республики Беларусь. Папа, мама, я в телевизоре, я очень вас люблю. В Петрозаводском госуниверситете уже год изучают китайский язык. Своими впечатлениями и успехами поделилась первая группа студентов. Хотелось бы призвать всех жителей города Петрозаводска и в принципе Республики Карелия принять участие в голосовании уже в оставшееся время. До конца голосования по проекту «Комфортная городская среда» осталось меньше недели. В Карелию поставят больше белорусской техники. Кондопожский ЦБК продолжит получать сырье от Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. А сотрудничество двух республик в части лесного хозяйства станет более интенсивным. Договоры об этом подписали во время визита премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко в Карелию. Подробнее расскажем в нашем сюжете. В этом году на горнодобывающие предприятия Карелии поставят 18 автомобилей белорусского производства грузоподъемностью 220 тонн. О решении премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил после посещения с главой Карелии Артуром Парфенчиковым Международного форума по камнеобработке «Карелфорум-2023». Однако он подчеркнул, что такого объема поставок недостаточно для удовлетворения спроса. Поэтому я сегодня дал поручение, вот Артур Олегович обратился от имени бизнеса Карелии, значит, увеличить объемы поставок техники. Я вот сегодня дал такие поручения, и руководители здесь предприятий белорусских не зря присутствуют, вот они будут максимально стараться удовлетворить этот спрос. Более того, это не просто удовлетворение спроса, а занятие определенной ниши, которую Беларусь не должна отдать кому-либо после ухода западных производителей. Сотрудничество республик нужно наращивать и в лесном хозяйстве. К таким выводам Роман Головченко пришел после осмотра предприятия «Амкадор-Онега» – дочерней компании белорусского холдинга «Амкадор». Сегодня предприятия Белоруссии уже реализуют проекты в Карелии, но масштабы заинтересованности гораздо выше. Поэтому сегодня мы с Артуром Олеговичем договорились о том, что и дали такие поручения, что надо вообще, наверное, делать какую-то отдельную, может быть, подпрограмму по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства. Потому что потенциал здесь на самом деле очень большой. Вместе с Артуром Парфенчиковым премьер-министр Роман Головченко побывал на Кондопожском ЦБК. Белорусской делегации показали продукцию предприятия. К примеру, гильзы, сделанные с помощью белорусского сырья, изготовленного на картонно-бумажном заводе «Альбертин». Позднее на гильзы наматывают газетную бумагу. Четыре года Кондопожский ЦБК сотрудничает со Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом. Карелия закупает более трех тонн целлюлозы в месяц. Партнеры, как подчеркивает руководство компании «Карелия Палп», надежные. Это для нас интересно, это долгосрочно. Самое главное – безопасно, что наши партнеры не уйдут с этого рынка, а будем долго и плодотворно сотрудничать. В планах развивать сотрудничество и нарастить объем поставок. Егор Буяла, Юлия Бараева, Алексей Локтев, Александр Борисов. Служба новостей. В Петрозаводске продолжается второй международный форум по камнеобработке «Карелфорум-2023». В рамках него впервые в столице Карелии проходит 22-й региональный промышленный форум-выставка «Некрополь Карелия». Она находится в павильоне номер 3 комплекса СТК «Экспо». Подробнее в нашем сюжете. Продукция ритуального назначения, мемориального искусства и архитектуры, станки для гравировки и многое другое для работы похоронной сферы. Привезли компании-участники выставки из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и других городов. Сюда на выставку приехало более 40 компаний-участников с разных городов России. Здесь они представляют мемориальное и ритуальное направление. Организаторы подошли к выставке с юмором и подготовили, например, вот такую сувенирную продукцию. «Мы можем пройти и посмотреть, как выглядят наши стенды участников». Среди экспонентов – компания из Санкт-Петербурга. Она уже более 30 лет занимается производством фотокерамики. «Это широкий ассортимент. Это те виды работ, которые не делают другие производители. Это декорированные портреты на стекле, декорированные портреты на керамограните, на керамике. Это портреты-борельефы». Экспериментальную мемориальную продукцию для домашних животных только недавно начала выпускать компания из Петрозаводска. «В принципе, компания работает уже не один год на рынке, но что касается такого направления, как мемориальные комплексы для домашних животных, это наш первый шаг. Где-то может быть амбициозный, где-то может быть нестандартный». Раньше такие форумы-выставки проходили в разных городах России. Но в этом году в рамках сотрудничества с Корелфорум выставку впервые проводят в Петрозаводске. Александра Моисеева, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. Самые меткие представители войск Национальной гвардии Северо-Западного округа состязались на полигоне в Петрозаводске. Здесь проходят соревнования по стрельбе из боевого огнестрельного оружия. Победители отправятся на всероссийский этап турнира. Тему продолжит Илья Лопухин. Соревнования по владению стрелковым оружием среди росгвардейцев Северо-Запада открыла прекрасная половина силовиков. Задача этого этапа – не сбить дыхание и поразить четыре мишени за отведенное время с лучшим результатом. На полигоне управления Росгвардии по Республике Карелия будут соревноваться более ста человек. Среди них четыре мастера спорта России, 18 кандидатов и военнослужащие, имеющие спортивные разряды. Положением о проведении чемпионата предусмотрено ряд упражнений из пистолета Макарова, автомата Калашника и снайперской винтовки. Как для военнослужащих мужчин, так и военнослужащих женщин. Участники покажут мастерство поражения мишеней как в классической дисциплине из разных положений, так и в скоростной стрельбе. По словам военнослужащих меткость – это правильная техника стрельбы, помноженная на опыты тренировки. Когда человек уже наработал технику стрельбы, дальше уже идет работа с психикой. То есть он может в тире у себя, в подразделении, выполнить упражнение замечательно, но приехать на соревнования и в мишень практически не попасть. Хочу сказать то, что для укрепления, развития вот этой психологической подготовки необходимы именно выезды на соревнования. Соревнования проходят в Петрозаводске не первый год. Здесь созданы максимально комфортные условия для спортсменов, есть все необходимое полигонное оборудование для любых видов упражнений. Итоги подведут в пятницу 26 мая. Победители будут представлять северо-западный округ на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в Ангарске в середине июня. Илья Лопухин, Максим Зверев, Служба новостей. В прошлом году петрозаводчане выбрали семь городских пространств для благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда». Парки Лососинский и Побережный, скверы, Ключевской и машиностроителей, аллея «Семейная» и «Энтузиастов», а также общественная территория в районе дома номер 6 по улице Крылова. На сегодняшний день на всех семи объектах уже начались работы. В Ключевском сквере сейчас делают подложку для будущей скейт-площадки. Скоро ее заасфальтируют и установят специальные фигуры для трюков. Рядом будут новые пешеходные дорожки, скамейки для отдыха и газон. А вот на берегу Лососинки скоро будут дрессировать своих питомцев владельцы собак. На огороженную и подготовленную площадку уже завезли 10 тренировочных снарядов. Скоро их установят, а также поставят скамейки и урны. «В Лососинском парке уже почти на стадии завершения. То есть площадка для дрессировки собак у нас уже будет радовать уже в середине июня жителей города. А на остальных объектах у нас проводятся земляные работы, подготавливается территория под будущие дорожки, под будущие площадки и уже заказаны малоархитектурные формы, которые буквально уже через 2-3 недели уже будут в городе Петрозаводске». Победившие в прошлом голосовании общественные территории в Петрозаводске и Карелии будут благоустроены уже этим летом. А про новые мы узнаем уже совсем скоро. Голосование еще идет. «Хотелось бы призвать всех жителей города Петрозаводска и в принципе Республики Карелия принять участие в голосовании уже в оставшееся время. То есть до 31 мая можно проголосовать за любую территорию, которая представлена на голосование, которую планируется в следующем году благоустроить». 23 тысячи жителей карельской столицы уже проголосовали за интересные им площадки. Лидируют пока территории на Куковке, на Древлянке, в Центре и в Октябрьском районе. В Костомукше установили огромную шахматную доску, а в более северных районах республики кинематографисты ищут места для съемок. Об этом и не только. Расскажем коротко. В библиотечном дворе на улице Антиканина в Костомукше установили карьялайни-шакки – карельские шахматы. Огромные деревянные фигуры повторяют образы известных героев эпоса «Калевала». Кинематографисты Карелии отправятся в экспедицию на север республики в поисках кинолокации. Операторы, фотографы и звукорежиссеры в августе посетят Беломорский, Муизерский, Лоуфский и Кемпский районы. Первый в этом году социальный рейс отправился из Петрозаводска в деревню Семная Губа и на остров Кижи. Метеор вместительностью 114 человек будет ходить по средам, пятницам и воскресеньям до 8 октября. Стоимость билетов на социальные рейсы будет в два раза ниже, чем на обычные. С завтрашнего дня вся Карелия окажется под влиянием холодного фронта. Похолодание достигнет максимума 27 и 28 мая. Днем в Петрозаводске будет не выше плюс 14, а ночью возможны заморозки. В большинстве районов Карелии в эти выходные ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Петрозаводске прошла акция о помощи бездомным животным «Веснянка». Ее провел первый Петрозаводский общественный приют. Спасибо вам большое. Спасибо, что мимо не прошли. Спасибо. Три дня волонтеры собирали корма для кошек и собак, наполнители, бытовую химию и принимали финансовую помощь. Ранее в группе приюта сообщалось, что запасы провизии на исходе, а в сезон дачи и отпусков помощи всегда меньше. Напомним, приют содержится только за счет пожертвований. Сейчас на его попечении находится 120 собак и 80 кошек. В первую очередь нам нужны для приюта крупы для собак, мясное и для кошек влажные сухие корма. Мы всегда в этом нуждаемся, всегда очень благодарны любой помощи. Ну и материальное, денежное, конечно, тоже, потому что животным требуются прививки, лечения, стерилизация. На все это нужны средства. Пункты приема пожертвований есть в каждом районе города. Кроме того, очень ждут волонтеров, которые, например, могут выгуливать собак. Во время акции горожанам также напомнили, что при поддержке фонда грантов главы Карелии приют уже второй год проводит стерилизацию бездомных и домашних кошек на льготных условиях. Всю информацию можно найти в группе первого Петрозаводского приюта ВКонтакте. 25 мая отмечают День филолога. Через языки и литературу люди этой профессии изучают культуру разных народов. А в Петрозаводском госуниверситете завершает учебный год первый набор студентов, которые изучают китайский язык. У группы преподает китаянка Джао Линь Линь. А этой весной в ВУЗе открыли кабинет китайского. Не только место для лекций, но и точка притяжения для всех, кому интересна культура Поднебесной. Наш корреспондент Юля Бараева побывала на занятии и узнала, как учатся первокурсники и какие перспективы есть у нового направления. Пейзажи Южного Китая, традиционные фонарики и стихотворения известного поэта Поднебесной Ли Бо. В новом кабинете учатся первокурсники направления русский язык, как иностранный китайский язык. Здесь они новички во всех смыслах. Направлению всего год. Занятие у ребят ведет носитель языка Джао Линь Линь. С русской культурой и языком девушка познакомилась 10 лет назад в университете. В Карелии впервые побывала в 2018 году, а в прошлом году поступила в аспирантуру и переехала в Петрозаводск. Зимой, конечно, холодно, еще темно, вообще не очень. Но сейчас это уже другое дело. Хорошая погода, солнце. Мне понравилось жить здесь. Еще у меня хорошие коллеги, хорошие друзья здесь, хорошие ребята, студенты. Среди студентов Линь Линь есть и те, кто только знакомится с языком, и те, кто изучает его не первый год. Новое направление в УЗИ встретили с восторгом. В Петрозаводске это было, мне кажется, прорывом. До этого китайский изучался не так активно. И когда я узнала, что у нас в Петрозаводском университете будут это изучать, я была очень рада, потому что я могла связать свою профессиональную деятельность с китайским языком. Китайский – один из самых сложных языков в мире. Кроме иероглифов, трудности вызывает, например, порядок слов. Но, несмотря на это, первокурсники уже делают успехи и подтверждают уровень владения языком. Я ездила в Питер, чтобы задавать экзамен. Там было очень много людей, от мала до велика. Лет с шести дети приходили, тоже сдавали на второй уровень. Поэтому я считаю, что если кто-то загорится идеей изучать китайский, то это у них точно все получится. В университете подчеркивают, конкурс на новое направление был серьезный, ведь здесь возможностей у студентов много. Они получают серьезную лингвистическую подготовку, изучают целый блок дисциплин, связанных с русским языком, методикой преподавания русского языка. С первых же дней начинают изучать китайский язык, и на втором году обучения у них подключается английский язык. То есть получается, что в арсенале наших выпускников по этой программе будет три мировых языка, что очень солидно и дает большие преимущества на рынке труда. И, конечно, на занятиях знакомятся с культурой Китая, национальной кухней и даже учат песни на языке. На старших курсах ребят ждут дисциплины, связанные с международными отношениями. Сегодня сотрудничество с Китаем – направление перспективное. Поэтому интерес к языку в мире огромный. Как показала практика, как показала лето прошлого года, этот набор оказался очень успешным. Учебный год уже прошел, мы видим, что почти все студенты здесь, они учатся, им нравится. Хотя это платная программа, я подчеркиваю, это очень в данном случае существенно. Но все, как нам кажется, очень успешно, удачно. Уже этим летом пройдет новый набор, и в университете надеются, что изучать китайский сюда придет еще больше мотивированных студентов. Папа, мама, я в телевизоре, я очень вас люблю. Юлия Бараева, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. В Большом зале администрации Петрозаводска прошел концерт с названием «Я есть, я буду». Его организовали люди, которые столкнулись с онкологией и теперь помогают другим. Подробности расскажет Анна Ильчик. Показать тем, кто только столкнулся с онкологией и проходит тяжелое лечение, как важно не замыкаться и не стесняться болезни. Принять ее и свое новое «Я» – вот главная цель концерта. Не подать духом петрозаводчанке Ольги Парфентьевой помогают равные по диагнозу подруги. Когда Ольга находилась на лечении, врачи рассказали об обществе помощи больным онкологией. В диагнозе я нахожусь с 2020 года. Прошло не одно лечение и на данный момент нахожусь на лечении. Надеюсь на победу и надеюсь на ремиссию. Моральную поддержку и силы Ольги дает общение. Здесь поддержат, выслушают, дадут советы. Участники общества помощи открывают для себя новые таланты и занимаются творчеством. Это придает энергии в такой нелегкий для любого человека период. У каждого из нас проснулся определенный талант в рукоделии. То есть каждая нашла занятие для себя практически. Поэтому рукодельниц у нас очень много. Видимо рукоделие нас успокаивает. Когда руки начинают заниматься чем-то, с головы уходят плохие мысли. Я сама рукодельничаю. Я вижу и создаю игрушки. Разные игрушки. Помимо рукоделия в обществе помощи онкологическим больным занимаются вокалом и хореографией. Ходят в походы, общаются с медицинскими работниками. Оказывают юридическую помощь. На концерте друзья и те, кто состоит в обществе помощи онкологическим больным, исполнили известные песни. Поблагодарили друг друга за содействие. Обратиться в общество помощи можно, вступив в группу ВКонтакте или написав в чат в Ватсапе. Анна Ильчик, Станислав Шведов, Служба новостей. Почтовое отделение района Соломенное теперь выглядит почти так же, как в свои лучшие годы. Советская вывеска почта на углу трехэтажного здания снова горит неоновым светом. Проект задумал один из активистов района Рустам Кадиров. Остальные ему активно помогали. К проекту подключились местные депутаты, предприниматели и даже федеральный офис Почты России. Работы по реставрации длились почти полгода. Для реставрации конструкцию сняли, очистили от ржавчины, покрасили и заменили старые неоновые лампы на светодиодные ленты, так называемый гибкий неон. И, наконец, повесили на место. Сейчас вывеска почта официально числится как арт-объект и в вечернее время радует жителей приятным голубым свечением. А кому-то напоминает о светлом советском прошлом города. И это все новости, о которых вам успела рассказать наша служба новостей. В студии была Юлия Степанова. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова